Одна из самых больных тем для московских автомобилистов сегодня в центре особого внимания. Уже скоро вызволить эвакуированную машину со штрафстоянки будет проще. Мосгордума приняла поправки в закон, согласно которому отправленный на штрафстоянку автомобиль можно будет забрать до оплаты штрафа. Иван Прозоров подробнее. Забыть как страшный сон хочет Юлия недавнюю поездку за детским питанием. С больной дочкой поздно вечером отправилась в торговый центр. Неправильно припарковалась. Дальше как в ночном кошмаре. Бег с коляской и звонки друзьям. Попутки. Сейчас в основном никто наличкой не пользуется. Все пользуются безналом. И уже мы понимали, что вечер очень тяжело будет найти. И бесконечно искали по навигатору терминал, где можно снять деньги. Совсем скоро заработает новая схема. Забирайте сейчас, платите потом. Госдума приняла закон об отмене предоплаты за эвакуацию. По всей России он вступит в силу с сентября этого года. Московские власти ускорили процесс. Городские поправки были приняты уже сегодня. Документы, инстанции, очереди. Пока головная боль для десятков тысяч автолюбителей. Владельцы эвакуированных вчера машин признались. Жаль, что нельзя прямо сейчас сказать. Денег нет. Было бы намного удобнее, если бы изначально можно было бы забрать автомобиль, а дальше уже оплачивать штрафы. В другое время, в свободное. Но еще бы с помощью интернета, чтобы вообще никуда приезжать не надо было. Сейчас надо будет ехать на Полбино, брать разрешение. Потом нужно будет опять ехать сюда, оплачивать штрафы. Только после этого можно будет забрать автомобиль. То есть по времени уже никаких дел я за сегодня не успею сделать. Весь день вылетел у меня. И еще прямо минус 7 тысяч, естественно. Автовладельцы давно просили пойти навстречу. Поправки в закон предусматривают постоплату, а также скидку для тех, кто признает вину. Если человек не оспаривает эвакуацию, идет оплачивает со скидкой 25%. Если у человека есть вопросы по тому, как была машина эвакуирована, он может ее опять же забрать без оплаты. Потом подать соответствующую, либо вышестоящую инстанцию, либо в суд и протестовать это решение. Эти новшества пригодились бы Вадиму Бекерову. Он автоинструктор и почти месяц пытается доказать, что его машину эвакуировали незаконно. Запрещающие знаки были не видны. Однако автомобиль выкупил в первый же день. Я машину сразу забрал. То есть я приехал домой, взял деньги. Потому что если я не смогу доказать, что я был прав, то будет очень большая сумма. Ну, то есть если машина у меня будет, допустим, Жигули, то через неделю она уже смысл забирать. Поправки, считают эксперты, снимут презумпцию виновности водителей, которым не нужно будет выкупать автомобиль, а потом биться за свою правоту в суде. Напротив, эти заботы фактически лягут на плечи штрафстоянок. Гражданин всегда заведомо более слабое лицо в любых правоотношениях. Организация всегда сильнее. Так давайте все-таки нагрузим тогда организацию. Может быть в этом случае они реже будут необоснованно перемещать транспортное средство. И будут делать это только в том случае, если действительно у них есть все основания и все доказательства. Эксперты не исключают, прибыль компаний за эвакуацию может снизиться. Сейчас плата за хранение машин на штрафстоянках порой доходит до абсурдной. За пару недель простоя в некоторых регионах частные компании выставляли счет в несколько раз выше стоимости самого автомобиля. Утром машина, вечером деньги. Новая схема заработает через 10 дней после официальной публикации документа. Москва – первый город страны, который оперативно рассмотрел поправки и принял новый закон. Теперь дело за регионами. В столице новая система может заработать уже в июле. Иван Прозоров, Валерий Жичкин, Екатерина Казаченко, Светлана Ведяшкина, Мария Левченко. Первый канал.